Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная звука. Сегодня 19 марта. Я пришла в теплицу, чтобы проверить температуру, чтобы показать вам... Вот томат-разведчик у меня тут сидит. И чтобы рассказать вам, сказать, какого числа я буду высаживать сюда, и рассказать точно, вот прямо со всеми подробностями, как я высчитала дату высадки. Но сейчас сначала посмотрим температуры. Температура воздуха 8 градусов. Скажу сразу, что за бортом минус 1. Если когда я сюда забрасывала томата-разведчика, была плюсовая температура и солнце, помните, здесь было 32-35. Сейчас 8 градусов, минус 1 на улице. Ну, на удивление, томат-разведчик целый. Конечно, ему холодно. Наверное, ночью-то было не 8 градусов, а еще меньше. И всю рассаду я не рискнула бы без отопления здесь оставить. Я его не прикапывала, я его никак не прикрывала. И вот это еще раз доказывает, что вот эти томаты, которые с толстыми листовыми пластинами, которые с толстыми стволиками, те именно холодостойкие, неприхотливые, которые для сибирского региона и других холодных регионов идеальны, они могут выдерживать вот такие пониженные температуры. Ну, ночью-то тут было, наверное, не меньше 2 или 1 даже градуса. Посмотрела температуру почвы градусов 7. Почва тоже немножко остыла. Но у меня, если честно, пар идет изо рта. И, конечно, без отопления сюда высаживать еще рано. Вы видите, что вокруг, куда бы я ни повернула камеру, везде все завалено снегом. Сибирский регион, это все-таки не Краснодарский край, снег еще будет у нас долго. Я высчитала дату высадки сюда томатов. И это будет 28 марта. Но сейчас я хочу рассказать вам, как я считала эту дату высадки, какие факторы я учитывала. И сейчас я расскажу все и покажу. Вот смотрите, прежде всего, конечно, при высадке в теплицу должна учитываться погода, а именно тот регион, где вы проживаете. И если у меня вот вокруг снег и холодно, то без отопления высаживать никак нельзя. Но даже с отоплением, у меня же здесь есть отопление. Второе, конечно, это обогрев теплицы. В прошлом году у меня был обогрев только инфракрасными. Вот они, две у меня, два светильника или два обогревателя, как их лучше назвать. Они висят. И вот с этими инфракрасными обогревателями я высаживала 24-26 апреля. А так как у меня здесь впервые в жизни мы положили обогрев грунта, то значит я должна буду высадить недели на три, на четыре раньше. Но я примерно прикинула, например, месяц. Если в том году, 26-27-28 апреля я здесь высаживала, значит я должна буду высадить 28 марта. И тут уже очень важно посмотреть погоду. Я смотрю предварительный прогноз синоптиков. И даже если некоторые, например, скажут, что он никогда не оправдывается, они не умеют угадывать. Я делаю так много лет. Знаете для чего? Когда высаживаю в тоннеле, я смотрю месячный или хотя бы трехнедельный прогноз. И на нем всегда видно вот эти периоды. Точно температура, да, она не будет выдерживаться. Вот там, где минус 9, там может быть и минус 7 градусов, или минус 11. С точностью до 1-2 градусов не будет. Но вот эти периоды теплый, холодный и теплый синоптики угадывают очень хорошо. Потому что вот эти фронты идут, когда какие-то там циклоны, антициклоны, я не знаю, не разбираюсь, но они знают, что будет, например, период похолодания или период потепления. И мне это важно знать. Вот у нас сейчас идет вот этот период, который более-менее теплый. Вот смотрите, тут дневная температура плюс 1, а ночная минус 2. Дневная завтра будет плюс 5, там плюс 9. В этот период я рассаду сюда вынесу, которая здесь будет потом расти, но я ее не буду ни закапывать, ни высаживать. Она будет проходить период адаптации, закаливания, потому что до этого же она в комнате была. Все равно здесь другая ночью температура, другая... Короче, если нужно будет, если будет холодно, на ночь будем уносить, а днем будет здесь стоять. А потом идет период вот такой непродолжительный, ну почти неделя, когда будет очень-очень холодно. Вот видите, ночью даже минус 9, минус 6, минус 5, а днем минус 2. Смысла нет до этого периода похолодания мне высаживать. Это высадить, когда минус 9, минус 10 на улице мороз, а потом ходить волноваться, вдруг отключат электроэнергию, мы же завязаны на электроэнергии. Вдруг там, например, начнется буран, линия порвется, у меня обогрев прекратится, и при минус 9, если они будут уже высажены, конечно, они все здесь погибнут. Значит, я так думаю, этот период я пережидаю. И дальше, в конце марта, вот это окно, которое теплое, подождите, я извиняюсь, снимаю с руки, не очень удобно тут, ну ничего, иначе никак. И вот с 28 марта у нас начинается вот эта теплая волна, теплый период, когда днем плюс 2, плюс 3. Если днем на улице плюс 3, то в теплице даже без подогрева, в солнечную погоду уже выше 20, и самое главное, что ночные будут такие мягкие температуры, минус 1, 0, 0, минус 1, 0, плюс 1, плюс 1. Это как раз та температура, которая позволит уже с подогревом здесь жить растением, а если даже подогрев отключится, то я подручными средствами могу их утеплить. И видите, идет на порастание, ну как на увеличение, плюс 3, плюс 4, плюс 5, все, значит, вот этот теплый период я могу уже смело высаживать, вот, я определила дату. Я буду высаживать 28, 29 марта. Но тут тоже есть еще свои нюансы. Смотрите, самое главное, это надо учитывать сорта. В первую очередь я буду высаживать вот этих вот, ну, от которых у меня почти для суперраннего урожая, которых очень много, я высажу вот этот вот демидов, спиридон, вот этот москвич, клуша, ну, то есть все, которые холодостойкие, возможно, крупноплодные и индотерминатные, я даже в конце марта не буду высаживать, может быть, они подождут до конца апреля, так что я буду их еще рассортировывать. Холодостойкие высажу раньше, все остальные позже. Дальше, распределение в теплице. Я всегда их распределяю в теплице, особенно даже, когда теплица не обогреваемая, конечно, в первую очередь высаживаю вдоль дорожек вот здесь, то есть по центру, потому что во время заморозков, вот по краям, по периметру, они могут померзнуть. У меня такое бывало, даже листики примерзали к стенкам теплицы. Все-таки Сибирь, сибирский регион, может так жахнуть неожиданно, то есть я еще буду распределять. Но в этом году я, наверное, с края все-таки высажу вот эти, потому что у нас же еще, видите, тут появились вот эти борта, как бы вот эти плашки, которые для высоких грядок мы делали, они будут как бы прослойка, предохранят от замерзания те, которые будут с краю. Но когда у меня вот этой плашки не было, я с краю старалась близко не высаживать, в первую очередь, потом. И еще, кроме распределения в теплице, тот, кто высаживает рано, а именно я, должны всегда иметь какие-то дополнительные средства утепления на случай морозов, на случай отключения кратковременного даже электроэнергии. Вы понимаете, что я ведь высаживаю с учетом, что у меня будут инфракрасные обогреватели, воздух обогревать, и поверхность вот эту, там подогрев грунта в глубине будут глубинные слои обогревать, а если отключится электроэнергия, будет минус, кто будет нас обогревать. На этот случай у меня всегда есть, у меня есть дуги, у меня есть этот, ну вот нетканное полотно белое, у меня есть полиэтиленовая пленка простая, у меня есть пузырчатая, вот эта воздушно-пузырьковая, может быть кто-то помнит, что я когда рано высаживала вот там в той теплице, я вот так вдоль стен ее, так вот просила мужа с сыном, чтобы они мне повешали вдоль стен, как прослойка, еще добавок к поликарбонату, воздушно-пузырьковая пленка. Я-то во всеоружии, поэтому я вот смело могу сказать, что я высажу 28-29 марта, ну конечно я всю теплицу в один день не успею высадить, это физически просто невозможно мне. И если что-то случится, даже если будет холодно, я дуги поставлю, накину пленки, если будет еще холоднее, поставлю в эти пленки, внутри там свечки зажгем, или какие-то вот эти масляные коптилочки, короче я их предохраню, но 28 марта у нас будет высадка, первый десант будет выброшен, конечно будет он состоять больше всего из таких. Все я вам покажу, теперь у меня проблема, самое главное, как их распределить. Вот сейчас буду сидеть и думать о схеме посадки. Сейчас я камеру выключу, немножко подумаю о схеме посадки, потом снова включу и вам расскажу, что я додумала. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это 19 марта, через 10 дней здесь у меня уже будут сидеть томатики первые, несмотря на то, что сибирский регион, несмотря на то, что снег. Но для этого и делают нам, производители помогают, делают нам вот эти какие-то и ленты для подогрева грунта, и вот эти вот кабели греющие, инфракрасные обогреватели, для того, чтобы огородники сибиряки тоже могли попробовать немного пораньше урожай свой, потому что никому не нравится кушать томаты в конце августа и в сентябре, что все лето огурцы грызть и редиску. Нет, мы тоже хотим вкусные, ароматные томаты поесть в июне, а может быть, если мечта сбудется с короспелки, может быть и в конце мая, посмотрим. У меня это первый опыт, если что-то не получится в этом году, но буду пробовать на будущий год еще раз. Жизнь продолжается, еще много лет впереди, так что успеем попробовать все эксперименты. Ну все, пожелайте мне удачи!